Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. За что кино? Ну, кино вот опять за инкубацию. Вот что снимаем за инкубацию и за инкубацию. Пока вот идет режим инкубации, вот за это и снимаем. Начнется вакцинация и прочее. Снимем про вакцинацию. Так что имейте терпение. Что у нас сегодня? Сегодня у нас 17-е. Здесь сейчас у нас заканчивается вывод, точнее уже должен закончиться вывод индюка. И основной вывод цыпленка. Покажем, что здесь происходит. То есть открываем и смотрим. Коп-пана! Ну-ка дай-ка нам коробочку милая. Вот, то есть, вчера вывод начался, цыпленка. 17-го, вот основная масса его выскочила. 18-го числа, с утра. Вывод должен быть закончен. 514 часов. Все, далее держать не следует. Все, что далее, это не жизнеспособно. То есть, покажи, вот. Вон они повылазили. И уже реально сидят на решетке. Есть вот лоточки, стоят одежды. А здесь вот закончился вывод индюшонка. Вот он, вверх с тормашками лежит. Ну, это. А куда ты его денешь? Ну, тех, у которых вы расползлись, лапки. Или которые не смогут встать. Есть у нас универсальный утилизатор. По имени Дана. Скормишь собаку, ну, точно. Стоим вот тут 300 рублей. Дороже, 350. Конечно, скормлю. А что я с ним буду делать? Костыли ему давать? Людям бы отдал, они бы вырастили. Ящички с пеленкой. Это что, все тогда? Нет, пока не все. Еще раз повторяю. Индюшонку, пеленка, тряпка. Цыпленку можно бумагу. В связи с тем, что у индюшонок слабо стоит на лапках. После вывода. Значит, ему нужна пеленка, чтобы он мог лапками цепляться. Иначе лапки у него могут разъехаться. Вот. Вот этот, что делает? Что ты брыкаешь-то? Живучий ты или не живучий? Ну-ка, посмотрим на тебя. Может, только что вылез недавно? Если не живучий, значит, кыш мана. Он там валяется какой-то. Да вот их два таких. Ну и там было трое. Двоих уже, да, она съела. Иди. Вот, тоже что-то лапы тянет. Ну, посмотрим. Да, это что-то ты его переверни на животик-то. Ну, этот вот лапу себе малость повредил. Скорее всего, что не жалеть. А этот не хочет лежать. Он переворачивается. Что-то с ним не то. Ну, вот. Как-то так. Ну, вот, собственно. Еще до обеда полежат. Вот, если кто-то не выйдет, значит, вот это и все можно утилизировать. Ну, там он один еще хочет вылезть, что ли? Ну, вот, я же говорю, до обеда полежат. Если не вылезет, значит, не вылезет. Ну, вот, что остается на лоточках. Вон, из семи лотков. Вот это то, что осталось на лоточках. Что-то есть. Вон, из семи лотков. Он запрещает. И это то, что не хочет. Уелье. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для кого там раз в сутки, два в сутки достаточно... Но прозевал сам тут... Самого себя надо вот так бить по затылку... Большое количество задохликов, цыплят, которых просто не смогли выйти из яйца... Причиной всему оказался вот такой штифтик, который за 4 года износился, который фиксирует вал и двигатель... За 4 года износился, вышел из строя, то есть мотор вращается, все нормально, а лотки не двигаются... И из-за этого произошел сбой... Но и то... Вывод был 50%... Это на прошлом выводе... Вот здесь вывод более 80% однозначно... То есть при нормальном режиме инкубации... Все выходит нормально... И нормальный цыпленок... Вот этот цыпленок, он... Уже на вторые сутки, он... Да и даже на первые, он пойдет и на кормушку, и на поилку... А вчера мы снимали... И там было видно, что там только единицы вылезли... Вот там за ночь... И полдня выскочили все... То есть это вот нормальный вариант... Да, кстати, сейчас начали опять продавать инкубационное яйцо... Цена яйца Австралор по 65 рублей... Всех остальных 40... Так что кого интересует... Пожалуйста, не вопрос... Телефон наш вот здесь... По пустякам не звоните... Всем привет, до свидания... Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки... Подписывайтесь на канал... Мне бы не прив�� за пустыню решения... Мне может быть сюдаа... ... Пожелое Продолжение следует...